18 дней с момента начала Курской операции в СССР. 17 дней до первых дебатов Камалы Харрис и Дональда Трампа. 73 дня до финального дня голосования на президентских выборах в США. И 24 минуты, чтобы разобраться в произошедшем за неделю. И не только. Начинаем отчет до самых важных грядущих событий. Я Михаил Комодовский. И вот о чем поговорим в этой программе. Курская недуга для России. Как проходит операция Вооруженных сил Украины в Курской области Российской Федерации? В чем ее цели? И как долго смогут украинские военные удерживать эту территорию? Пост сдал, пост приняла. Подводим итоги съезда Демократической партии и изучим, какой может быть внешняя политика Камалы Харрис и Дональда Трампа в отношении Украины и России. Сегодня в программе будет много цифр. И первая из них 18. Столько дней длится операция Вооруженных сил Украины в Курской области России. Москва на этой неделе подтвердила, что Украина нанесла удар по как минимум трем мостам в Курской области, усиливая свое наступление. Украина заявляет, что ее целью является создание такой буферной зоны на границе, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны Кремля. Украинские военные также используют дроны для нанесения ударов по авиабазам и нефтехранилищам внутри России. На прошлой неделе Украина заявила, что как раз эти базы использовались для запуска атак на ее территорию с начала полномасштабной войны. Подробнее о целях операции ВСУ мы поговорили с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляковым. Михаил, добро пожаловать на «Голос Америки». Какую территорию Российской Федерации сейчас контролирует украинская армия? Более 1300 километров. Это практически сопоставимо с длиной линии фронта, которая в течение длительного времени пытается продвинуться по линии фронта Российской Федерации. И более 100 населенных пунктов сегодня находятся под фактическим контролем Украины на территории Курской области Российской Федерации. Безусловно, мы не будем детали операции разбирать, потому что она продолжается и она достаточно эффективно продолжается. И оказалось, что Российская Федерация не имеет возможностей, ресурсных возможностей контролировать территории собственных приграничных регионов. Михаил, Россия начала наступление под украинским городом Покровск в ответ на операцию в Курской области. Могут ли вооруженные силы держать оборону там? И какую стратегическую цель играет этот город? Операция на Покровском направлении. Наступление Российской Федерации продолжается не один день. Оно идет уже порядка 8 месяцев. Это донецкое направление. Это приоритетное направление в последнее время тех наступательных операций, которые уйдет Россия. Торецк и Покровск. Два населенных пункта, в отношении которых Россия пытается вести наступательные операции. И давайте здесь сразу подчеркнем еще одну особенность введения войны России, о чем мало говорят. Россия может вести войну только если она концентрирует большой объем ресурса на очень узком участке фронта, чтобы иметь там подавляющее преимущество, имеется в виду в живой силе, в бронетехнике, в артиллерии. И, соответственно, пытается вот на этом небольшом участке фронта продвинуться вперед. Еще раз, операция наступательной России идет очень долго. И, соответственно, теперь давайте посмотрим немножко иначе на то, что происходит и в Курской области. Понятно, что по всей линии фронта задействованы разные воинские части. И, соответственно, они выполняют разные задачи. На юге территории Украины и в центре, в Донецкой, Луганской, Запорожской областей. И понятно, что каждая воинская часть выполняет предначертанные для нее оперативно-тактические задачи. И вот, смотрите, те, кто ведут оборонительные бои на Донецком направлении, это одна часть вооруженных сил Украины. Те, кто проводят сегодня контрнаступательные действия в Курской области, это другая часть. У них разные задачи, это разные воинские части. И, соответственно, они выполняют, опять же, важную работу. То есть без контрнаступления, без ударов по России, без, скажем, обозначения слабых и уязвимых мест в российских вооруженных силах не получится эффективно проводить оборонительные мероприятия. И все это взаимосвязанный комплекс. То есть вы не можете, полностью отдав инициативу, рассчитывать, что вы будете иметь в этой войне инициативу. Михаил, вы можете рассказать, какова конечная цель этой Курской операции? Президент Зеленский недавно заявил, что это создание такой санитарной зоны, как он выразился. А Соединенные Штаты говорят, что хотят справедливого мира, чтобы Украина могла вести переговоры с Россией с позицией силы. Так вот, может ли эта операция поставить Украину как раз в эту позицию силы? Вы знаете, ну, как бы конечная цель Курской операции, вот нельзя четко сказать, что есть конечная цель в какой-то операции, потому что одно цепляет другое. И, соответственно, начавшись Курской операцией, будет дальше жить уже той жизнью, которая будет предопределять другие задачи, которые будут появляться по ходу реализации этой операции. Вы абсолютно правы, президент на этом неоднократно акцентировал внимание, что сформирование санитарной зоны, потому что Российская Федерация использует приграничные территории, в течение длительного времени использовала для того, чтобы размещать буквально в километре от государственной границы большие объемы артиллерии, большие объемы реактивных пусковых залповых систем, большое количество пусковых установок для пуска баллистических ракет, и атаковать в глубину на 70 километров территорию Украины. То есть гражданская инфраструктура, это Сумская, Черниговская область, Харьковская область и так далее. И, соответственно, Россия была уверена, что это никто разрушать не будет. И, опять же, для того, чтобы защитить свое гражданское население, вы должны это все выдавливать. Вы можете это делать, разрушая дальнобойными ударами или проводя сухопутные операции. Но это только одна из ключевых, это базовая цель, ключевая цель, это обеспечить гражданское население защитой на территории Украины. Есть несколько других целей. Первое – это разорвать всю логистику, потому что через Курскую область много ракетных дорог. Это логистика снабжения всей линии фронта. И, соответственно, смотрите, есть южная логистика, есть логистика через Курскую, Белгородскую, Брянскую области. Вот это все надо разрывать и уничтожать инфраструктуру войны на этой территории. Третья цель – показать, что на самом деле Россия не имеет много ресурсов. Она не насыщена этими ресурсами так, что может спокойно перебрасывать куда угодно, и контролировать все территории. Четвертая задача, которая абсолютно точно решается – это окончательно обнуление репутации и Путина лично, и милитарных институтов в Российской Федерации. Потому что, опять же, мы видим, насколько они креативные решения, насколько быстро они принимаются, насколько они не соответствуют тем вызовам, которые сегодня стоят в той же Курской области перед Россией и так далее. Ну и, наконец, есть и сопутствующие задачи, например, информационного плана. Смотрите, Российская Федерация, общество в России, оно в любом случае, мы даже видим это по федеральным каналам, пропагандисты российские, все находятся в шоке. Потому что, смотрите, одно дело говорить о том, что мы ведем победоносную войну на территории другой страны, пусть она идет не три дня, там уже почти три года, но скоро будет там два с половиной года. Это одна история, а другая история, это когда ты должен говорить о том, что мы так классно воюем, я прошу прощения за этот эфмеизм, мы настолько круто воюем, это сарказм все, что война теперь идет на территории самой России. Вы в одном из своих предыдущих интервью сказали, пусть и не прямо, что Украина уведомила США о том, что Курская операция начнется. Мои источники в Белом доме говорят, что такого уведомления не поступало. Получается, что кто-то здесь не договаривает? — Смотрите, еще раз давайте здесь действительно расставим точки над «и», пока идет операция, безусловно, раскрывать все моменты, касающиеся ее планирования, ее обсуждения и так далее, нецелесообразно. И, соответственно, на сегодняшний день, конечно же, мы не будем там комментировать все, что касается отношений с нашими союзниками в рамках этой операции и так далее. Единственное, что можно сказать, что, безусловно, абсолютно детально об операции, и, понятное дело, был ознакомлен верховный главнокомандующий, он непосредственно все детали, я имею в виду президента Украины, непосредственно все детали операции, безусловно, прекрасно понимал, и генеральный штаб, который занимался планированием, потому что там сложное было планирование, это не только сама военная операция, но это и тяжелая логистика, ее тоже нужно было выстроить. Украина же сегодня празднует 33-ю годовщину со дня провозглашения независимости, и у сих, кто думает о нас из Украины, здесь свято. Российская армия, как видим из сводок и наблюдений военных экспертов, так и не смогла полностью остановить прорыв. Украинские войска не только окапываются и расширяются там, подтягивая свои резервы, но и, вероятно, готовят новый район боевых действий. Как далеко может распространиться это наступление? Обсуждаем это с американским бригадным генералом в отставке Джоном Тайкертом. Миша, легко начать операцию, но сложно ее завершить с преимуществом для себя. Я считаю, что это блестящая спланированная операция, в результате которой, как вы сказали, почти 500 квадратных миль российской территории находится под контролем украинских вооруженных сил. У этой операции несколько последствий. Во-первых, о чем много говорят, эта ситуация является источником сильного позора для Владимира Путина, так как его всемогущую российскую армию обошла небольшая украинская группировка, которая не только захватила, но уже в течение 18 дней удерживает 500 квадратных миль российской территории. Россия должна решить, что делать с этим позором, который Путин наверняка испытывает. В частности, Россия должна решить, перебрасывать ли в Курскую область свои войска из других районов, например, с Восточного фронта, где ситуация для российской армии складывается сейчас очень благоприятно, либо с Южного фронта, где создалась тупиковая ситуация. То есть Россия может либо попытаться освободить эту территорию, либо выждать и посмотреть, как Украина распорядится этой новой для себя территорией. Конечно, эта операция поднимает моральный дух украинцев и является трамплином для захвата других более глубоких территорий в России. Возможно также, что это внезапный удар с быстрым уходом, как тренировка для других подобных операций. Сейчас все наблюдают за тем, последуют ли за ней другие подобные операции. Пока эта операция проходит блестяще, но еще непонятно, как именно Украина распорядится этой территорией, кроме того, что ее захват поднимает моральный дух украинской армии и является источником позора для Путина. Далее я поинтересовался у Джона Тайкерта, сможет ли эта операция повлиять на возможности российской армии запускать ракеты на украинскую территорию. Вот что он ответил. Я не думаю, что захват этой небольшой территории, которую вы описали как полигон для запуска ракет против Украины, сможет в целом негативно отразиться на российских возможностях их запускать, так как Россия использует для этих целей множество других площадок. У Украины сейчас сильные системы противовоздушной обороны, включая системы Патриот и другие. Но эта небольшая территория площадью в 500 квадратных миль, несмотря на заслуживающую похвалы операцию, не может создать санитарную зону, которая смогла бы облегчить ситуацию в Украине. Но тем не менее, эта ситуация создает напряжение в России. Я не упомянул ранее, что в результате этой операции украинская армия также взяла в плен российских солдат, которых она может обменять на своих военнопленных. По-моему, в Курской области могут попасть в окружение еще 3000 российских солдат в результате наступления там украинской армии. Они также могут быть использованы для обмена. Эта ситуация может также дать Украине дополнительные преимущества на переговорах для того, чтобы найти способы завершить эту войну в течение ближайших месяцев. Но я не думаю, что эта небольшая по площади территория сможет обеспечить достаточно серьезную санитарную зону, которая избавит Украину от налетов. Те, кто постоянно смотрит «Голос Америки» и «Настоящее время», помнят, как мы говорили с Джоном об F-16, об истребителях как минимум полтора года назад, и, наконец, эти самолеты находятся в Украине и готовы к полету. Я поинтересовался, что произойдет после их доставки и как они повлияют на поле боя в Украине. Миша, как вы уже сказали, нам неизвестно, сколько именно истребителей F-16 было доставлено и сколько готовы к эксплуатации. Однако нам известно, что как минимум к концу 2024 года у них будут 10 истребителей F-16 и 20 обученных пилотов. Предоставляет ли наличие истребителей некоторые дополнительные тактические и оперативные возможности, такие как противовоздушная оборона и возможность выполнять высокоточные удары дальнего радиуса действия? Да, конечно. Но эти цифры очень малы. Когда мы с вами обсуждали этот вопрос раньше, мы обсуждали стратегические преимущества F-16. Я говорил о том, что эти новые возможности создают доверительное отношение между Украиной и Соединенными Штатами в области сотрудничества по вопросам обеспечения безопасности на последующие 30 лет. То есть будут проводиться интегрированные операции и совместные учения, а также будет обеспечено техническое обслуживание и снабжение, которые продемонстрируют Украине, что Соединенные Штаты и Запад в целом будут поддерживать Украину не только в течение этого конфликта, а на протяжении длительного времени. Все это дает Украине очень большие стратегические преимущества, сигналом которых являются истребители F-16. которые уже были доставлены на украинские авиабазы. Что касается возможностей противовоздушной обороны и ракетных ударов дальнего радиуса действия, то такое малое количество истребителей F-16 не окажет большое влияние на поле боя. Однако стратегические преимущества будут значительными. Следующая цифра, на которую мы обратим внимание, это 73. Ровно 73 дня осталось до финального дня голосования на президентских выборах в Соединенных Штатах. Два кандидата, Камела Харрис и Дональд Трамп, борются за место в овальном кабинете Белого дома. Президент Джо Байден после неудачных для себя дебатов с Дональдом Трампом и возникших вопросов о его состоянии здоровья под давлением собственных однопартийцев, снял свою кандидатуру с гонки и поддержал Камелу Харрис. К слову, до дебата в Харрис-Трамп остается 17 дней, мы будем работать в Филадельфии уже 10 сентября. На этой неделе завершился съезд демократической партии в Чикаго, где Камелу Харрис снова официально подтвердили в качестве кандидата в президенты. Президент Байден выступил в первый вечер, и это было его последний раз, его последнее выступление в качестве президента или кандидата в президенты на таком съезде. Его цель была отметить достижение своего единственного президентского срока и показать, почему именно Камела Харрис должна стать преемником на посту президента. Я совершил много ошибок в своей карьере, но я отдал вам все, что мог. В течение 50 лет, как и многие из вас, я отдавал свое сердце и душу нашей нации. И в ответ меня миллион раз благословляла поддержка американского народа. Я либо был слишком молод, чтобы быть в Сенате, потому что мне не было 30 лет, либо слишком стар, чтобы оставаться президентом. Но я надеюсь, вы знаете, как я благодарен вам всем. Президент Байден фактически подвел итоги более чем 50-летней карьеры на постах сенатора, вице-президента, ну и, конечно, президента. На съезде работал мой коллега Рафаэль Сааков. Камала Харрис завершила съезд демократической партии в Чикаго своей речью, в которой она подчеркнула, что она намерена быть президентом для всех американцев вне зависимости от политических взглядов. Она сказала, что Соединенные Штаты должны быть сильны, должны быть лидерами в мире. И также она отметила, что необходимо отвечать на угрозы, которые существуют, в частности, на угрозы со стороны России и Владимира Путина. Она сказала, что более 50 стран стали на защиту от путинской агрессии против Украины, и она способствовала мобилизации всемирного ответа как член команды администрации президента Джо Байдена. И она сказала, что как президент я буду неуклонно поддерживать Украину и наших союзников. Что касается войны в Газе, кандидат в президенты Камала Харрис сказала, что она всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону, чтобы Израиль мог защитить себя от чудовищных атак террористических, как та, которая произошла 7 октября, напомнив, что Хамас является террористической организацией. В то же время она сказала, что то, что происходило в Газе на протяжении последних 10 месяцев, губительно, поскольку столько невинных жизней было потеряно. И она сказала, что и она, и президент Байден продолжают предпринимать все усилия, чтобы остановить кровопролитие на условиях, конечно, освобождения израильских заложников из плена Хамас. И, конечно, Камала Харрис высказалась о своем сопернике, кандидате от республиканской партии Дональде Трампе, заявив, что да, Дональд Трамп во многих смыслах несерьезный человек, но последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом могут быть экстремально серьезными, как сказала Камала Харрис. Рафаэль Саков, Артем Кохан из Чикаго. Ну вот вопрос, который я неоднократно слышал от вас, это то, какой будет внешняя политика США, если Камала Харрис или Дональд Трамп придут к власти, особенно по отношению к Украине и России. Я обратился за разъяснениями к тем, кто всю свою жизнь потратил на дипломатическую службу и уж точно разбирается во внешней политике Соединенных Штатов. К бывшим послам США, Джону Хербсту, Дэниелу Фриду и Уильяму Тейлору. Пока неизвестно, будет ли Камала Харрис продолжать такую политику, хотя подозреваю, что ее позиция по Украине и противодействию российской агрессии не будет слабее, чем в администрации Байдена. Есть также вероятность, что ее позиция в этих вопросах будет сильнее. Как обычно бывает в таких случаях, после того, как стало известно, что Камала Харрис будет кандидатом, она встретилась с командой Байдена по национальной безопасности. Эта встреча больше касалась Ближнего Востока, нежели российской агрессии. Но команда Байдена, как и сам президент, ведет себя слишком нерешительно. Будут ли Фил Гордон или кто-то другой, кого Камала Харрис приведет с собой, вести себя по-другому, я не знаю. Но вряд ли они откажутся от сильных сторон политики Байдена, таких как антироссийские санкции, вооружение Украины и усиление НАТО на Востоке. Я думаю, что Камала Харрис дала нам вполне ясное представление о своем видении мира и своей точки зрения по отношению к Украине и России уже в качестве вице-президента. Кроме того, я бы рекомендовал перечитать ее речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Иными словами, я считаю, что она будет продолжать политику Байдена и поддерживать Украину. Я надеюсь, что она изберет еще более прогрессивный подход, чем администрация Байдена в том, чтобы разрешить Украине использовать американское оружие для самообороны. Я считаю, что Украина не должна сталкиваться ни с какими ограничениями, кроме тех, которые касаются законов ведения войны и которые применимы ко всем цивилизованным странам. Кроме них, еще какие-то дополнительные ограничения не приносят большой пользы. Мне неизвестно, кто может войти в ее внешнеполитическую команду, если она станет президентом. Однако я знаю, что Фил Гордон, ее советник пациональной безопасности, это основательный и вдумчивый человек. Я с ним знаком много лет. Он верит в концепцию стран свободного мира и в роль Америки как лидера свободного мира. Миша, нам уже известны некоторые вещи о вице-президенте Харрис. В частности, она уже несколько раз встречалась с президентом Зеленским. Она также принимала участие в мирной конференции по Украине в июне этого года. Мы также знаем, что она произнесла несколько очень сильных речей на Мюнхенской конференции по безопасности, где она также встречалась с президентом Зеленским. Поэтому есть некоторые показания к тому, что она будет продолжать американскую государственную политику, которую проводит нынешняя администрация, и поддерживать Украину. То есть оказывать поддержку Украине в защите своей территории против российского вторжения. Я считаю, что политика Трампа по отношению к Украине и России в общем и целом не была правильно понята. Я критиковал его расположение к Путину и заявление о том, что НАТО – это морально устаревшая организация. Такая позиция была неправильной, особенно когда такие негативные вещи звучат из уст верховного главнокомандующего Соединенных Штатов. Но у Трампа была сильная команда по национальной безопасности, которая относилась к Путину жестче по сравнению, например, с администрацией Обамы. В течение первого года своего президентства Трамп отправил Джавелины, что Обама сделать не решался. И несмотря на негативное отношение Трампа к НАТО, его команда заботилась о том, чтобы позиции союзников оставались сильными. Кроме того, не надо забывать о том, что именно благодаря Трампу страны-члены НАТО стали выделять большую долю своего бюджета на оборону, чем когда-либо ранее. Правда также то, что те члены Американского Конгресса, которые поддерживают Трампа, выступали против помощи Украине. И это, конечно, губительная политика для Соединенных Штатов, которая может привести к трагедии для Украины. Но правда и то, что Трамп выразил поддержку спикеру Палаты представителей Джонсону, когда тот решил провести голосование по программе помощи Украине. Но я считаю, что если Трамп победит на выборах, то он постарается сразу приложить серьезные усилия к тому, чтобы начались переговоры. Однако неизвестно, какой будет политика на переговорах. Мне кажется, мы являемся свидетелями противостояния во внешнеполитическом сообществе Республиканской партии. Например, сенатор Венс неоднократно выступал против оказания помощи Украине. Он скептически относится к этому вопросу и считает, что наши интересы в Азии более важны. Он фактически предлагает вообще уйти из Европы. Это очень резкие суждения, но он не единственный придерживается такой точки зрения. Есть и другие члены Республиканской партии, занимающиеся внешней политикой, которые тоже приводят такие аргументы. Однако есть и другие люди в Республиканской партии. Я не имею в виду тех, кто говорит только не Трамп, а тех, кто считает, что поддержка Украины и сопротивление агрессии Путина соответствует американским интересам. В частности, я говорю о спикере Палаты представителей Майке Джонсоне и вспоминаю его речь, произнесенную в Гудзоновском институте приблизительно месяц тому назад. Я также имею в виду Марка Тиссона, ветерана администрации Буша и автора статей. Он написал длинную статью для Вашингтон-Пост, которую я бы назвал рейгановской из-за призывов помочь Украине обороняться и противостоять российской агрессии. Я также вспоминаю статью бывшего госсекретаря Майка Помпео, в которой он пишет о поддержке Украины. Все это свидетельствует о том, что в республиканской партии существуют значительные разногласия. Можно сказать, что на основании конкретных действий Конгресса США в последнее время подавляющее большинство членов Конгресса поддерживает Украину при, как минимум, молчаливой поддержке президента Трампа. Это нам известно. Нам также известно, что бывший президент Трамп хотел бы закончить эту войну. Мы все хотели бы закончить эту войну. Украинцы тоже хотели бы закончить эту войну. Россияне могли бы закончить эту войну, если бы ушли из Украины. Но нам неизвестно, как это будет происходить в случае, если президент Трамп вернется в Белый дом. Несомненно, со временем мы узнаем об этом больше, но уже сейчас мы знаем, что подавляющее большинство американского народа поддерживает Украину в войне с Россией. И этот факт не изменится. Ни при президенте Харрис, ни при президенте Трампе. Бейонса, как видим, на съезде в этом году не выступила. Ну, а если вспомнить, Чикаго принимал съезд демократов в 1996 году, 28 лет назад. Тогда партия выдвинула Билла Клинтона в президента, и он победил. Многие же запомнили съезд благодаря вот этому моменту. Влиятельные политики вдруг перестали быть серьезными и начали танцевать в Маккарену. Если не знали, то делать это можно фактически под любую музыку, и вы будете попадать в ритм. Это даже ученые доказали. Шутка, конечно, но попробуйте сами. Спасибо, что смотрели, увидимся уже через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok